здарова вояки у микрофона зубер сегодня вы научитесь проходить первую главу спецоперации за 6 минут и зарабатывать камуфляж ренегат в пустынной расцветке крайне занятный приятный камуфляжик который еще и меняет свою стилистику в отличие от грунтовки какая грунтовка такой камуфляж и так как нам пройти эту спецуху нам сначала необходимо придется сетапом естественно будет сфинкс желательно посадить туда рукастого человека но на самом деле насрать просто нужен не дебил здесь вас не дебил для сфинкса содержайте туда его второе нам нужно два быстрых пожалуй что бт арматка плюс арматка арматка плюс китаец 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 как вашей душе угодно господа главное чтобы они оба успели туда куда должны успеть и само собой как основа огневой мощи команды нам нужны две т-15 эти машины будут сбривать противника и давать вам дополнительные секунды форы первоначально при старте сфинкс сразу же едет на правый фланг и дает информацию справа ли едут боты или если их не видно то значит они слева едут на первую точку далее он продолжает ехать по водичке по водичке направо и выскакивает на холм возле второй доп миссии под дотами там становится в кустах ли на дороге ли зависит от вашего скилла и от вашей начинки тачки после чего вы должны сбрить три бота затыкающие собой горловину из центрального тоннеля выход на площадь этих ботов очень трудно убивать потому что они закрыты блоками если ехать снизу по центральному тоннелю а вот сфинкс их расстреливает в борт и помешать ему может только козы во время поездки сфинкса туда оставшаяся часть команды едет на захват две до пятнашки плюс одна арматка например оставшаяся арматка едет также на блок ее задача высвечивать противника блокировать взгляд гусянки и просто не пускать его в точку чуваки которые захватывают закрывается дымами и по фокусу по засвету их сокомандника расстреливать не пускают сбивают ваша задача быстрее захватить если чуете что получается плохо возьмите три командира с перками на захват и они санна кортес вам вполне подойдут после захвата этой точки вы положив болт на все просто едете на точку номер два здесь есть два пути на самом деле во первых можно ехать по центральному или правому получается тоннель возле воды или по левому мы постоянно выполняли эту задачку ездя справа но вот и справа рисуются гораздо чаще и три из четырех рашей выглядит как вы едете мимо толпы ботов и боты с охреневшими рожами просто не веря своему счастью расстреливает вас в борта и в пердак очень неудобно очень неудобно выезжать сверху на горловине на этой поэтому мы попробовали поехать через лево как ни странно и вы знаете это имеет смысл действительно это имеет смысл в 2 до пятнашки даже с чаликом успели вполне себе заскочили сбрили а брашу сбили чалика после чего три противника которые стояли в горловине уже уничтожены сфинкса и мы втроем сразу же заезжаем на вторую точку мордами в ту сторону откуда поет противники куда нужно сдавать дымы закатываемся одновременно ставим дымы 10 секунд захват захватили после чего вам необходимо поставить вашу бот и жопой северу миникарты и мордой югу миникарты между неразрушимой машинкой и зданием справа ты пятнашку одну ставим сзади закрываем его с раку вторую спереди если хотите можно в принципе не ставить об этой все равно протянет бесконечное количество времени в такой позиции все в принципе оборона второй точки полностью затащена и больше ни черта не нужно делать кроме как фанится ты пятнашки его прикроет об этой соответственно не развалится он оспаривает захват все классно стоит ли сфинксу стрелять в жопу рашу который проезжает мимо него нет не надо так как вы гарантируете себе надежный деф 2 точки сфинкс просто сидит за укрытием за холмом пока мы ехали на вторую точку кстати один об от и оставленный армата должен был всеми силами сбивать захват не давать противнику захватить первую точку после чего он просто удаляется ближайшие кусты за угол в рельеф куда угодно просто сохраняя себя для будущих поколений на самом деле он может пригодиться при самом дебильном развитии событий но такое конечно же вряд ли произойдет и так когда таймер обороны второй точки подходит к концу ваш сфинкс должен рассчитать время разогнаться и проскакивает ту самую невидимую границу которая исчезает с нулем таймера уже на хорошей скорости в 78 100 км ч нужно просто подгадать подгадали едете на высокой скорости несетесь на захват обезжаете справа холм выскакиваете на соответственно слева от моста аккуратненько приезжаете за двумя ботами которые стоят вам жопами они не успеют повернуться пока едете мимо здания вы отсвечиваетесь переезжаете же дэху и падаете за нее едете вдоль нее в ложбинки это важно если вы поедете по жд вас убьют нас уже были такие проблемы из-за некоторых умных товарищей поэтому по ложбинки по ложбинки выскакиваем до вагона ставим дымы захватом за три секунды базу важный нюанс базу вы должны захватить до 13 0 1 на самом деле конечно же до 13 00 но одну секундочку можно взять для себя для надежности для форы если вы дольше например в 12 59 все уйдите лесом вы не проходите перезапускать захватили базу откатываете задним ходом аккуратно вниз в ложбинку после этого вы как у христа за пазухой фактически 95 процентов вы выиграли можно открывать шампанское в чем нюанс третью точку приезжают оспаривать сначала 2 брэдли потом еще 2 брэдли потом еще 2 брэдли там какая-то вечеринка у брэдлей их там много в них много птуров много бухла и пьяных девок поэтому базу они почти не захватывают то заедут то съедут то втроем то в одно рыло то вдвоем то вообще ничего не происходит какая-то дичь поэтому ваша задача просто сеять и пыриться на счетчик если чуете что пахнет жареным аккуратно высунулись сбили если чуете что все хорошо ничего не надо предпринимать просто сидим и ждем и все победу вас в кармане очень на самом деле не сложно главное в боевом слаживании главная проблема в боевом слаживании что все четко знали свой маневр ну а теперь для вас небольшой бонус можно обойти последний отрезок пути сфинкса не ехать а телепортироваться к третьей точке делается это путем помирания на 2 дополнительной точке от верхнего дота нет нижнего и не от бота который там находится от верхней долговременной огневой точки как только ваши чуваки захватили вторую базу вы как хотите слева справа объезжаете убиваете все кто мешает и дохните от верхнего дота после чего нажимаете восьмерку и вас рисует ровно на жид и все можно заранее приехать за нужный вам вагончик и захватить на халяву это не баг и не tricks это просто пардоните не доработка мейловских гейм-дизайнеров за это никого банить не буду на этом все спасибо за внимание жмякайте лосось подписывайся и приходите еще будет интересно интересно